Своё сердце отдаёт детям. Так коллеги и пациенты описывают Ольгу Горшкову, заведующую детской поликлиникой номер 5. В этой должности врач-педиатр 8 лет, а вот в профессию пришла много раньше, в 1977 году. За 47 лет стажа о выборе ни разу не пожалела. Всё дело в любви, милосердии и верности призванию. На этих трёх китах держится врачебная практика каждого педиатра. Говорят, что у педиатра самое большое открытое сердце. Поэтому, наверное, сюда в нашу специальность педиатрию любой человек просто так не пойдёт. Здесь надо или работать, или любить детей, или не работать. Это психология. Без этого никак. Это наша профессия. Это самое главное. Найти контакт с ребёнком. Сейчас контакт устанавливает уже новое поколение врачей. В штате больницы 12 молодых специалистов. Опыт и знания наставников для них верная опора в грядущем пути. Кольге Александровне обращаются за советом в тяжёлых или спорных случаях, когда есть сомнения в назначении курса терапии. Миссия у всех едина – сохранить жизнь ребёнка, позаботиться о его самочувствии. Результат такой работы – доверие родителей. Я доверяю здоровью своего ребёнка этим врачам, которые работают в этой поликлинике. В поликлинике я очень довольна. Врачи очень внимательные. Хороший сделан ремонт. Поликлиника номер 5 входит в состав детской городской клинической больницы. В этом году учреждению 10 лет. Юбилей – повод подвести итоги работы. А сделать удалось многое. Например, освоить бережливые технологии по нацпроекту здравоохранения. Ульяновские врачи одни из первых в России изучили и внедрили в рабочий процесс новую практику. Бережливые технологии подразумевают под собой улучшение взаимодействия пациентов и медицинского персонала, улучшение качества оказания помощи, медицинской помощи, сокращение очерёдности, сокращение времени и ожидания. Такой формат цифровизации освоили специалисты всех учреждений, которые входят в состав больницы. А это семь поликлиник, многопрофильный стационар, кабинет врача общей практики, два центра здоровья и не только. Решение объединить сразу несколько структур под одним названием приняли в 2014 году. Тогда же начался поэтапный процесс модернизации, обновление технической базы и капитальный ремонт. Дальше большее. Планы на будущее обсудили на торжественной церемонии по случаю юбилея. Я думаю, что в любом случае это положительное будет продолжено и до 2030 года. Конечно, в последнее время больница очень преобразилась, в том числе поставлено новое оборудование. Но я думаю, что врачи постоянно повышают свою квалификацию, потому что по-другому нельзя. Труд лучших специалистов за последний год отметили грамотами и благодарственными письмами. Сегодня в детской городской больнице медицинскую помощь получают больше 80 тысяч маленьких пациентов. Это 75% от общего числа детского населения города. Александра Никитина, Герман Баранов и Анатолий Рассохин. Управда. ТВ.